Как вам решение суда? Ужасно, потому что это ощущение большого бессилия. Как бы мы не готовили, сколько бы у нас не было доказательств моей невиновности, и что бы ни делали мои адвокаты, все равно решение вынесено о том, что я виновен. И как будто в этой ситуации вообще ничего невозможно сделать и никак на нее повлиять, чтобы защитить свои права. Вы впервые столкнулись с правосудием, с нашим? Да, да, я был сейчас вообще совсем впервые в суде, и это очень какой-то специфический опыт. Меня зовут Ян Дворкин, я психолог, гештальцерапевт, и я руководитель Центра Т, организации, которая помогает трансгендерным и небинарным людям по всей России. Нам сейчас два с половиной года, и за два с половиной года мы очень сильно выросли. У нас сейчас в команде по 200 человек, и с нами около 80 городов, присоединившихся сейчас. Это помещение, в котором у нас проходят разные встречи группы, терапевтические группы, встречи родителей, близких и обучение психологов. Как раз чем хуже становится, тем более люди стараются сплотиться и вообще стараются поддерживать очень друг друга. А какое обстоятельство предшествовало созданию или такой мысли создания такой организации? Для меня, наверное, это мое собственное осознание себя как трансгендерного человека, потому что мой какой-то переход, он начался в достаточно взрослом возрасте, мне было 28 лет. И я понял про себя, я начал искать какие-то поддерживающие организации, что вообще есть по Москве. Понял, что ничего нету, что катастрофически не хватает информации, и в Москве нет ни одной трансорганизации в принципе. В наших очных мероприятиях всегда дежурят юристы и охрана. И это было с нашей самой первой встречи, как какая-то большая безопасность, ну, хоть как-то себя обезопасить, потому что нападений каких-то все равно все время ждем. Если раньше был, конечно, закон о пропаганде, но его объясняли защитой детства, то сейчас объясняют защитой государственного строя. Дефиниции пояснения в записках абсолютно соответствуют понятию экстремизма. Поэтому это нас очень сильно отпугает. Указав отъездной строкой сменой голод, конечно, власть выбрала мишенью транссообщества. И это все является четкой логикой на то, что просто интересы отдельной личности, интересы целой даже социальной группы – ничто по сравнению с нацией. А у нас был уже правовой режим, где личность – ничто, а нация – все. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры? И предлагали сделать операцию по смене пола. Разве мы все этого хотим для своей страны и для своих детей? Мы защищаем от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире. Это, совершенно, думаю, всем очевидно. Поэтому, когда речь идет о законодательных инициативах, они должны быть приняты были раньше. Намного раньше. А сейчас мы защищаемся. Роскомнадзор Что еще про нас? Роскомнадзор нас периодически пытается блокировать. И мы получаем сообщение, что у нас сутки на удаление материалов. И мы удаляем, естественно, эти страницы. Обычно это какие-то материалы просветительского характера. Например, последний материал, который нас обязал Роскомнадзор удалить с сайта, это «Трансгендерность и секс» называлась. Статья, переведенная с английского. Она была про уважение к своим границам, про различность в предпочтениях разных людей, про уважительность друг к другу, и как бережно говорить о себе и своих границах, чтобы не навредить друг другу. Ну, то есть вот эту статью Роскомнадзор воспринял как пропагандистскую, и ее нас запретило, мы ее убрали с сайта. Ян Боркин наш давний друг, он такой же, как и мой, правозащитник, активист. Поэтому мы не могли оставить коллегу в беде, учитывая, что это первое дело в отношении именно известного ЛГБТ-активиста по новым статьям. В каком-то плане, не знаю, я меньше боялась какого-то административного дела, чем, например, обыска и ареста. Для меня это такая-то очень страшная вещь. И я морально к нему стараюсь подготовиться уже, вот, наверное, как раз 24 февраля примерно с того времени. То есть у меня написана доверенность на адвокатов, у меня заключена генеральная доверенность. Я написал завещание. То есть как будто я готовлюсь ко всем возможным вариантам. Соответственно, я готовлю свою квартиру, что могут в нее вломиться в любой момент. Что касается обвинения, данное дело уникально. То есть если раньше мы сталкивались скорее с делами, где сама полиция ловила случайных людей, то здесь сверху спущенный заказ через опеку во многом с целью в дальнейшем отобрать ребенка. Как я узнал, что против меня возбуждено дело, ко мне пришли домой из МВД. Пришли две женщины. Смотришь в глазок, а там вот эта ксива, да, и с требованием открытия. Здесь у меня есть приемный ребенок, и они требовали открыть, чтобы проверить условия, в которых содержится несовершеннолетний. И, слава богу, я здесь понимаю свои права, и что так условий проживания ребенка сотрудники опеки так не проверяют. Это всегда визит, согласованный заранее. Все сами мне сказали, что если я не открою, то они сберут меня с собой. Я стала звонить адвокату и стала об этом им сообщать, что я набираю адвокату. Но после этого тон как-то сменился, и обнаружилась возможность нам поговорить в их отделении завтра в 11 утра. И, взяв с меня это обещание, они, собственно, ушли. Что ты можешь рассказать о доносе и о доносчиках, которые инициировали при твоем преследовании? Я инициировала, ну, соответственно, из документов в моем деле я вижу этот донос. Это была Ирина Николаевна Смирнова. Она начальник опеки, которая, собственно, сопровождает меня и моего приемного ребенка. В доносе, соответственно, говорится о том, что у меня есть вот такой канал, где, на ее взгляд, я занимаюсь пропагандой. Это может вредить моему ребенку несовершеннолетнему и прививать ему нетрадиционные ценности. И она просит МВД взять под личный контроль и сообщать ей сразу обо всех изменениях и готова всячески содействовать этому делу. А не было бы вот этого доноса, как думаешь, все бы было спокойно в твоей жизни? Ну, на данный момент других доносов у меня не было. Ну, то есть самое какое-то говно, оно прилетело как раз от органа, который меня здесь, по идее, должен защищать и сопровождает уже шесть лет. Но страшнее всего даже не эпидемия доносительства. Страшнее всего, что за этим следует эпидемия насильственных преступлений в отношении ЛГБТ-людей. Мы буквально закончили недавно районный суд Зюзинский по делу об 11 подставных свиданиях, совершенных преступной группой, которая действовала из соображений санитары леса. Борьба за ислам, борьба за мусульман на территории России. Они нападали на гомосексуалов, пытались вырвать ногти, записывали видео, ужасные подробности, даже не хочу говорить. У них огромная история. И на суде их главарь откровенно не понимал, за что, за что его наказывают. Он прямо в тексте говорил, я вот в Узбекистане, у нас есть за это уголовная статья. И вообще, вы мне знаете, Путин разрешил, и вот это Путин разрешил, оно все больше и больше прослеживается как раз в результате принятия вот этих ксенофобных, агрессивных, бесчеловечных и гуманных законов. Яна, расскажите о сыне. Как он переживает эту ситуацию? Как самочувствие сейчас у него физическое, психическое? Психологическое? Он имеет особенности со здоровьем, и он не очень понимает, и ему пока невозможно еще объяснить суть происходящего. То есть на данный момент он еще и вообще не понимает, что это за конструкт государства, ну, каким образом меня в этом преследует. То есть весь этот контекст он совершенно сейчас не понимает. И это просто реальность, в которой он никаким образом не участвует, она его не касается. И слава богу, я в этом на самом деле очень радуюсь, что он не оказывается как-то втянутым и не понимает, какая вообще ересь творится. Потому что, мне кажется, для ребенка это вообще было бы очень сильно травмирующим. Можете рассказать, почему вы пришли сюда сегодня? Вы знаете, суть против Яна Дворкина, это суд, по сути, против всех, всех таких, как я, таких, как у него. Я думаю, наш гражданский долг его поддержать. Я знакомая Яна, я трансперсона. Путем противного собаку держать, собственно, Яна. Он очень помог нашему сообществу. Его вклад неоценим. Какую-то поддержку оказать, потому что Ян в сложной ситуации, то есть следит риск того, что человек, ну, добрый гональный ребенок, который он стал в свету, вытащил. Ну, если как-то в двух словах, то я его забирал, он был на диализе. Забирал вместе с аппаратом диализа из больницы и, соответственно, делал его в течение полугода где-то. Потом мы сделали пересадку почки, восстанавливались, и он был глухой. Ему детский дом не выдал никакие аппараты, ну, собственно, они ему не очень подходили, потому что у него была степень потери слуха, когда аппараты уже плохо помогают. Вот. И его в его пять лет никто не научил ни жестовому языку, да, соответственно, не дали аппараты, и они не сделали кахлеарную имплантацию, которая при его диагнозе, собственно, показана, чтобы он начал слышать. Вот. И, соответственно, мы после пересадки почки мы сделали кахлеарную имплантацию, и он сейчас слышит, он разговаривает, но достаточно медленно пополняется словарный запас. И какие-то сложные, вот то, о чем я говорил, что какие-то сложные конструкты, ему, ну, он про них еще не получается с ним разговаривать, что такая более, значительно более простая речь. Праздник правосудия у нас сегодня. Праздник правосудия у нас сегодня. Как на суд придешь, так правосудие. Ни одного свидетеля не вызвали, ни одно ходательство не разрешили, и именно за счет этого, конечно, дело Яна особенное, оно, несомненно, политическое. Ну, и это, конечно, безумно тяжелый для меня выбор, который я не совершал несколько лет, и выбирал как раз про себя прятать и скрывать, кто я. Да, выбор между тем, что моя открытость, она может навредить ребенку. И это, правда, очень сложный момент, из-за которого я чувствую и вину достаточно большую. Но для меня какой-то момент стало понятно, что я просто себя сейчас буду убивать, и моя открытость, и моя работа, она настолько про меня и про жизнь, что я не могу себя здесь убить. Ну, я не смогу просто тогда быть и хорошим родителем в том числе, если я полностью свою репрезентацию, свою какую-то реализацию я начну скрывать. Я не знаю, я буду затравленным и глубоко несчастным человеком, который тоже не лучшая кандидатура в родители. Вообще-то нормально, чтобы люди заключают какой-то здоровый союз, и хотят быть вместе, и получать те же права, которые есть и у других людей. Ну, собственно, то, что я сейчас говорю, за это у меня есть моя статья. Видимо, я сейчас наговариваю на следующем. То есть ЛГБТ-брак, заключенный на территории России, получается, это и послужило основным триггером для опеки? Да, мы расписались. Ну, то есть я себя ощущаю как гомосексуального человека. И, соответственно, мы, у меня, ну, чтобы как-то тоже зрителям был понятен контекст, потому что, мне кажется, мы сейчас всех можем запутать очень сильно, что у меня не смельные документы, то есть у меня там гендерный маркер стоит же, а у моего мужа мужской гендерный маркер. И, соответственно, это дает возможность заключать брак. И, ну, так как я себя переживаю гомосексуальным человеком, то, заключив брак, я написала строчку, что «Ураги и браком быть». И, собственно, эксперт анализировал как раз именно эту строчку и какие-то дальше в этом же посте. Вот я в отношениях, у меня есть ребенок, это сложный ребенок, от которого отказалась другая семья, которое не смогло поддержать государство. То есть даже с этим чертовым слухом оно ничего не сделало. Да, ну, и вот просто какая тут логика есть, да, за что здесь преследование. И с кем воюют? С людьми, которые хотят быть в семье, расти в детей. Ну, то есть... Минимальный. Минимальный. Моя мама, ну, она пугается за меня, конечно. Она пугается, и она достаточно директивно мне пытается продиктовать, как мне надо дальше жить, и что нельзя иметь здесь видимости, надо иметь работу, за которую точно никто не посадит, и которой я никому на пятки не буду наступать, и тихо жить. Вот у нее скорее какое-то такое послание. Ну, она меня не слышит в том, что для меня важно, почему я делаю то, что делаю, почему я продолжаю здесь быть и продолжаю работать. Ну, то есть она совершенно не видит здесь моих смыслов и моих ценностей. И в этом, конечно, мне очень обидно и горько. Я здесь, ну, совершенно никакого понимания не получаю. Ну, я, естественно, не получаю никакого понимания. Не относительно того, что я даже взяла ребенка из детского дома. Ну, то есть это тоже не было ей поддержано. Ни, там, естественно, моей ориентации, идентичности. Ну, то есть нет. Просто ни по одному пункту она меня не поддержала. Не знаю, она вообще в какой-то момент сказала, что я — это реализация и проклятие бабушки. Что вот эта бабушка ее прокляла за какие-то ее поступки, и поэтому родился я. И это вот ее крест, который она несет. Владимир Владимирович, виновный в совершении административного правонарушения, предусмотренную часть 3 статьи 621 Кодекса в административных правонарушениях, назначенный наказанием или штрафом в размере 100 тысяч рублей. Рассказание Дворкиной, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса в административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченном к административной ответственности. Ухажены 60 дней со дня вступления о постановлении о вложении административного штрафа в законную силу. Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 часов со дня вручения или приучения этого постановления. «Людей прижали. Если раньше у них были возможности, например, переехать в другой регион, сменить работу, то сейчас у них два варианта – иммиграция, либо бороться, отставить свои права. И большинство пока есть наших доверителей, выбирает второй путь. И отчасти это тоже радует, что люди видят возможность, что если много-много двигать ногами, то в какой-то момент удастся сбить молоко в масло. И вокруг этого мы работаем. Наша миссия – не только юридическое содействие, но еще и формирование культуры, отстаивание своих прав. Поэтому, да, опасно, но… А что еще? Люди, те, которые остаются, они понимают, что нет другого варианта, в тот самый случай, когда нечего терять на своих цепях. Еще я, несмотря на все происходящее, я почему-то продолжаю придерживаться оптимистических взглядов. И мне кажется, что так фигово не может быть бесконечно долго. Я правильно понимаю, если еще более ужесточится ситуация в отношении ЛГБТ-сообщества, то все равно центр не прекратится, не прекратит свою работу никаким образом. Он просто так, как бы… Ну, по крайней мере, я не собираюсь останавливать его работу, это точно. То есть у меня сейчас это дело всей моей жизни, которая при этом очень успешна. Я вижу, как оно поддерживает людей. И в день моего суда мы потом остались с людьми, которые пришли меня поддержать на суд. И они рассказывали про себя, и там было очень много благодарности и мне, и всей команде, которая работает, что без вас были, часто говорили такие слова, что без вас меня бы сейчас, скорее всего, уже, наверное, не было в живых. И этого так много со всех сторон, что, я не знаю, остановиться и перестать работать, для меня это просто какое-то преступление против человечности, наверное, сейчас было бы. Ну и последнее, может, будете тебя обжаловать? Да, конечно.